Итак, всем привет, с вами Hardway. Сегодня на канале Radgas я расскажу про новое обновление в игре Art of Conquest как Covenant. Здесь можно будет прокачивать, соответственно, отдельные вещи. Для прокачки нужно будет разбирать ненужные, преобразовывать. И если вам вещь нужна, можно поставить замочек, чтобы она у вас случайно не разломалась. За каждую разборку одна вещь отдает 100 эхолитов. Эти же эхолиты будут нужны для преобразования. Здесь смотрите, если у вас есть уже прокачанная одна вещь до 5 уровня, либо до 15, как у меня здесь, нужно будет, чтобы была еще одна прокачанная тоже до такого же уровня, но без пробуждения. Иначе вы не сможете поднять себе еще один уровень. После поднятия до 10 уровня вещь синий меняет свой цвет на фиолетовую. Соответственно, растет ее грейд. И так будет каждые 10 апов. Здесь, соответственно, берем любую другую, прокачиваем до 5 уровня, но не пробуждаем. После чего выбираем нужную, которая у вас была, и уже на ней непосредственно делаете пробуждение. Если у вас есть запасные вещи, то вы можете непосредственно в данном случае использовать их для крафта. Если вы не используете чистолит для очистки дополнительные бонусы, можно попробовать половить эти бонусы с помощью просто преобразования других вещей, поднятия уровня, и так будет немножко дешевле. Каждые 10 уровней, ну или проще говоря, каждый грейд вещь будет давать новый дополнительный эффект. Либо атаку, либо защиту, либо здоровье. Здесь разные эффекты. Если вы хотите просто за очистку сделать, тоже можно будет это делать, но будет немного дороже. И если заблокировать при очистке один из параметров, то это будет еще дороже. Ну вот, смотрите, здесь минимум-максимум. Можно будет посмотреть, сколько дает каждый параметр. Например, параметр атаки, к примеру, это 6,5 максималка. Если у вас есть стартовая вещь на 6,5 максимальная, то это будет гораздо лучше. Но когда вы делаете повышение уровня, непосредственно вот эти 6,5 при шаге в 5 могут измениться и могут дать всего лишь 3,5. Если это произойдет, можно вещь сломать, ну и найти такую же похожую. Если у вас есть, опять-таки, запасные варианты, то лучше сохранить нужный базовый стат первый, который у вас имеется. И тогда не придется тратить чистолита для очистки, по крайней мере, первого стата. Я делаю сейчас снайперов. Для снайперов важнее всего именно чистая атака. Можно будет ее половить еще вторым бонусом, если будут чистолиты. Либо если будет много запасок для преобразования. При повышении уровня грейда до фиолетового, у вас, если все 4 вещи пробуждены до фиолетового, точнее просто апнуты до фиолетового без пробуды, открывается эффект комбинанта, который идет в качестве дополнительного бонуса. Это похоже на одежду, на ту же утварь, где при прокачке до определенного количества звезд вы получаете дополнительный какой-то бонус. Получать непосредственно эти вещи можно за выполнение заданий. Можно нужные вещи блокировать, чтобы они у вас не разбирались. Можно делать массовое преображение. Возы от чистолита можно очистить. Если вы блокируете один из навыков, у вас будет стоить уже 10. Покупать чистолиты можно в лавке. Сейчас здесь нет их, но так вообще в лавке они бывают. Стоит он 200 монет. Один. Один дает 10 попыток. Но по факту там не 10 попыток, а будет попыток 5. 10 частей дает, если быть точным. Вот у меня сейчас я делал только верх. Показал, сколько получается атаки. Если прокачать опять-таки и верх, и низ до фиолетового, вот здесь вот видно, потом пробудить будет еще один способность. И так каждое пробуждение с шагом в 5. Как только у вас идет шаг в 5, на всех 4 вещах, вы получаете дополнительные бонусы в ковенанте. Я пока этого делать не буду. Это, во-первых, довольно дорого. Во-вторых, я все-таки делаю чисто атаку. И считаю, что это максимально дает бонус для снайпера. И атака повышается очень даже прилично. В видео я чуть дальше покажу, сколько будет стоить одна вещь на 20. Сколько для этого нужно разобрать вещей, довольно легко посчитать, так как одна вещь дает стоить. Надеюсь, моё видео было кому-то полезным. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня все. Сейчас непосредственно покажу, что там идет по бонусам. Бонусы можно будет выбрать. Можете сами посмотреть, сколько идет дополнительное к чему. И, соответственно, маленький, который будет бонус. В данном случае для меня это бонус атаки. Он не просто так дает небольшой процент, а является одним из самых эффективных, ну, опять-таки, на мой взгляд. Если вы будете делать защитные войска, я бы советовал непосредственно поднять им защиту. Защиту от всех видов урона. И нагнать максимальное количество хп. Вот моя армия в итоге что-то получилось. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok